Автоблогер не мастер Алексей Прокопет сегодня в студии Нового Дня. Здравствуйте, Алексей. Доброе утро. Итак, обещали мы нашим телезрителям, что начнется цикл того ваших уроков по поводу как сделать машину своей мечты при минимальных расходах. Я думаю, что начать нужно с выбора самой машины и услышать от вас совет по этому поводу. Да, мне кажется, самое главное это для себя понять, что вы именно хотите от автомобиля. Вам надо ездить на нем каждый день, либо вы хотите выезжать на нем как предмет гордости, показывать то, чего вы добились и к чему вообще стремитесь, для чего вам автомобиль. Вот это самое первое, что вам надо обратить внимание, для чего вам нужен само средство передвижения. А от этой цели, для чего нужен автомобиль, как зависит выбор машины. Нужно смотреть на какие-то технические характеристики или на что-то другое. Да, сейчас вот в силу того, что очень дорогое топливо, все смотрят на то, чтобы машина была экономичной. Но есть такие люди, вот как, например, я, еще я знаю таких несколько, которые, ну, не видят интереса экономить топливо. Мы хотим ездить, получать кайф, ну, получать от этого удовольствие. Поэтому нам расход топлива не имеет значения, мы ездим на машине для того, чтобы получать истинное наслаждение. Наслаждение от вождения машины, я думаю, получает каждый автолюбитель. Но вот при выборе машины не каждый водитель смотрит на технические характеристики. Некоторые обращают внимание на то, может, где-то они такую машину видели. Возможно, кто-то посоветовал или у какого-то политического лидера была такая. Что по этому поводу Вы можете сказать? Да, вот есть это, вообще есть сила в этих словах. Потому что вот, допустим, я вот, там эта машина, которая сейчас у меня, это BMW 3.4, я ее, честно, раньше, ну, даже не рассматривал как интересную машину, но мне не нравилось. Но потом как-то жизнь, ну, может, повзрослел, как-то посмотрел на эти вещи с другой стороны, понял ее историческое значение, посмотрел, ну, немало фильмов, видео, где ее показывают с лучшей стороны. И, честно, я пересмотрел свое мнение. Поэтому машина в машине очень важна, это душа. И чем, ну, говорят, старая машина, чем она тебе нужна, неправда. Машина старая, она имеет в себе какую-то классическую ценность. И если она будет в хорошем состоянии, то Вы реально получите очень большое наслаждение, катаясь на ней. Ну вот, мы плавно подошли к тому, что, имея старую машину, машину с пробегом, можно ее усовершенствовать и получить машину своей мечты. Как построить этот план, при котором уже можно будет увидеть, чего мы хотим в результате? Да, есть еще такой момент. Когда Вы берете машину, можно, в принципе, закрыть глаза на то, что она представляет собой сейчас. Мы берем, грубо говоря, скелет. Мы берем машину для того, чтобы внести в нее свои коррективы. Все равно, даже если машина будет в идеальном состоянии, мы, ну, приложим туда руку и она уже уйдет от этого технического состояния. Поэтому мы берем машину, чтобы она просто была в кузов. А в кузов мы уже вкладываем всю работу, всю душу и все желание. Вот по поводу вкладывания этой души и желания в кузов машины, хотелось бы поподробнее. На что стоит обратить внимание и какие детали необходимо действительно первыми усовершенствовать? Мы сейчас не говорим о дизайне, мы говорим о сердце машины, о том, благодаря чему она работает. Ну, вот. И опять же скажу на своем опыте, когда выбирал машину, ну, честно, не сильно обращал внимание на то, что у нее под капотом, ну, интересовало меня все наружное, как она выглядит, как она едет, в салон интересовал. И вот буквально прошел год, и я столкнулся с проблемой, что мне нужен двигатель. Вот на вот этот вещь надо смотреть в первую очередь, потому что сейчас вот реально цена движка равняется цене автомобиля. Угу. А есть возможность проверить как-то двигатель без прохождения какого-то технического обслуживания? И если машина действительно очень хорошая, она вам нравится, но вот с двигателем у нее проблемы, не стоит ее все-таки покупать? Или есть возможности на этой детали как-то сэкономить? Да, вот об этом и главный вопрос. Когда выбираете машину, все это реально сделать. Мы можем проверить компрессию, мы можем завести машину, посмотреть ровность работы на холостых, мы можем проехаться, мы можем наступить на педаль, чтобы раскрылся весь потенциал силы. Но все равно есть очень много подводных камней. Сейчас все любят баловаться всякими присадками. Маскируют. Перед продажей маскируют все недочеты и все поломки автомобиля. Поэтому мы можем попасть. Мы можем купить машину, которая будет трупом. Машина без двигателя – это все, это ничего. Поэтому мы автоматически попадаем на очень большое количество денег, вкладываемся и все равно получаем удовольствие. По поводу покупки нового двигателя. Где вы советуете его приобретать? В специализованных магазинах или, возможно, на каких-то интернет-сайтах? Как можно сэкономить свой бюджет при покупке такой важной детали? Да. Если у вас машина новая, допустим, в последние годы выпуска, вам придется покупать двигатель, скорее всего, новый. Или столкнуться, есть такой момент, как двигатель с очень маленьким пробегом. Но в моей ситуации этот вариант вообще не подходит, потому что все двигатели, которые мне подходят, у них будет минимум 180 тысяч километров пробега. Поэтому я выбираю только бюджет и только желательно подешевле. А есть такие варианты, когда очень сложно найти детальную машину или она уже совсем ушла с выпуска? Или, возможно, детали перестали выпускать? Что делать водителям в этой ситуации? Водителям старых BMW надо искать донора за границей. Есть такой вариант, можно найти машину, которая там стоит на порядок дешевле, ее будет дешевле сюда пригнать, разобрать по запчастям и отбить хотя бы свои затраты. Потому что людей, которым нужны маленькие детали, большие, салон, все вот эти дела, все это разойдется, это 100%. Но сейчас, в силу того, что у нас такое политическое, как бы так сказать, ну вот этот момент, что сейчас усложнилась эта вся ситуация, курс доллара вырос, поэтому выросло все. И вот этот момент тоже стал очень-очень сомнительным, но это сложно сделать. Поэтому мы постараемся искать по месту, есть люди, которые нам помогают. С двигателем мы разобрались, на что следует в следующую очередь обратить внимание, когда мы покупаем машину для того, чтобы потом не пришлось искать заграничного донора? Да, и еще очень важно обратить внимание на документы, они должны быть в порядке и должны быть честными. К сожалению, вот такие машины, как вот BMW, это самая распространенная машина, которая была уже в аварии. И очень часто их сваривают с двух, а то и трех машин. Поэтому вот этот момент вам надо очень сильно проконтролировать, пробить ВИН-код, ну в общем сделать все дела для того, чтобы ваши документы были чистыми и правильными. Хотелось бы услышать от вас совет, покупая детали, на что стоит обращать внимание. Вы сказали, что можно брать детали с тем же самым пробегом, но какая граничная граница, когда можно покупать деталь с пробегом, а когда она уже не угодна потреблению? Да, ну вот, например, вот двигатель, у него есть допустимый пробег, это 300 тысяч километров. Если уже пробег подходит к вот этой вот цифре, то готовьтесь, вы опять будете вкладывать реально стоимость двигателя, потому что все запчасти стоят в долларах. А мы живем, извините, в Украине, и у нас... Ну, доллар это вообще... Заплата у нас и кривина. Да, это очень опасная купюра для нас, поэтому мы ищем двигатель, который нам прослужит хотя бы пару лет, чтобы мы получили какое-то удовольствие, ну и насладились ездой. На внешний вид машины стоит обращать внимание именно с профессиональной точки зрения, а не как любим мы женщины делать, а она мне понравилась. Да, кузов это тоже очень важно, главное, чтобы на нем не было гнили. Если вы видите, что кузов уже пошел, мы называем это герпес, это когда краска вздулась, под низом происходит уже коррозия. Вот этот двигатель надо... Вот этот кузов надо рассмотреть. Если он на арках, это, в принципе, все делается. Если его очень много, уже надо подумать, может быть, оно того не стоит, потому что это очень затратно. Сейчас тоже вся кузовная работа тоже очень все дорогие. А на внутри салона на что стоит обратить внимание? Внутри салона, смотрите, чтобы все было желательно родное, не пересыпано с другой машины, потому что все, что более с новых моделей, оно будет либо скрипеть, либо будет отваливаться, либо сломано из защелки. В общем, будет очень много проблем. Если сделано все с умом и умными руками, умелыми, то все будет отлично. Вы сказали, что машина с пробегом – это не так страшно. Главное, чтобы в ней была душа и в ней есть тоже какой-то шарм. Как машину с пробегом сделать действительно гордостью владельца? На что стоит обратить внимание, чтобы он действительно гордился машиной, несмотря на то, что она не с автосалона? Да, вообще в идеале это найти автомобиль, который уже выглядит хорошо, и добавить в него то, что вы хотите. Некоторые вот занижают машины, делают очень низкую посадку, но в нашем городе это очень непрактично, сам с этим столкнулся. Это один стиль. Можно вывести полностью в сток. Это когда машина выглядит так, как она была выпущена с завода. Это прозрачные стекла, правильная посадка, штатные диски. Вот это тоже очень интересно. Но учитывая ту ситуацию, в которой мы сейчас оказались, мы ищем машину, которую мы можем привести в какие-то чувства. Поэтому максимальное количество людей покупают машину за очень маленькие деньги и с расчетом того, что все, что мы сэкономим, мы вложим в то, что мы хотим. И переведем ее в чувства своими силами, своими знакомыми. Ну, в общем... А вот вообще такая возможность существует? Потому что вот вы сказали, если с тем же самым двигателем проблемы, то он обойдется, покупка нового двигателя практически как покупка нового автомобиля. Есть ли возможность действительно сэкономить на внешнем виде, на каких-то устаревших деталях автомобиля и восполнить это небольшими затратами в усовершенствовании самого авто? Не получится. Не получится? Нет, по-любому придется тратиться. Вот сейчас у меня вот эта проблема, я ищу двигатель. Реальная цена его сейчас на сегодняшний день – это минимум полторы тысячи долларов с работой. Его еще надо туда поставить. Это тоже очень важно. Поэтому, учитывая то, что я купил свою машину за две восемьсот долларов, то учитывая, что полторы тысячи сейчас надо туда положить – это очень значимая сумма. И учитывая то, что еще очень много работы по внешнему виду. Поэтому это все очень затратное такое дело. И у нас идеология в том, что мы хотим затратить при этом минимум вложений. Вот в этом и вся идея моих видео, то, что я хочу донести людям. Мы, как обычные молодые люди, работаем, зарабатываем. У нас есть семьи, у нас есть куда тратить деньги еще. Поэтому мы будем идти к этому очень уверенно, но не быстро. Мы будем подходить к этому аккуратненько, плавненько и правильно. Вот по поводу самого ремонта. Работа сервиса действительно очень дорого стоит. Есть ли возможность в этом сэкономить? И некоторые какие-то детали, я не говорю о механике, где действительно нужна рука профессионала, сэкономить в работе и самому что-то сделать. В том же самом салоне, в том же самом внешнем виде автомобиля. Да, к счастью, существует очень много видео в Ютубе, на котором мы можем увидеть ремонт от А до Я. Это от откручивания болтика до подтяжки каких-то элементов. Это все очень помогает, потому что машина считается иномаркой. Наши машины намного интеллектуальнее, сложены так, что к ним находишь подход сразу. Здесь бывают скрытые... Наши машины созданы для нашей души. Да, да. Любой человек может ее отремонтировать. Здесь же есть спецключ, специнструмент, который надо обойти в гаражных условиях. Это все мы тоже хотим внести в такую рубрику. По пути, как мы будем делать очень серьезные доработки денежные, мы будем снимать видео там какого-то мелкого ремонта. Это тоже очень важно, потому что машина ломается, машина ездит. Будем помогать. Хотелось бы еще по этому поводу от вас узнать. Человек, который пробует сам какие-то детали устанавливать, не рискует ли он своей жизнью и жизнью пассажиров? Честно, не рискует. У нас еще есть такая очень удобная функция, как реставрация всех ходовых частей автомобиля. Это шаровое соединение, всякие вот эти вот вещи. Мы можем отдать. У нас есть очень хорошие токари. Они все это делают. И получается очень дешево и намного качественнее, чем покупать какие-то аналоги оригинальных запчастей. Потому что оригиналы очень дорогие. Что ж, спасибо вам, Алексей. Хотелось бы от вас услышать пару словнопутствий и нашим автолюбителям, которые хотят создать из-за своего автомобиля машину мечты. Да. Хочу вот сказать вам, никогда не жалейте то, что вы хотите сделать. Потому что вот знаю по себе, вот если ты чего-то хочешь, сделай это сейчас. Если ты этого сейчас не сделаешь, в дальнейшем ты в голове все равно это вспомнишь и будешь об этом жалеть. Лучше сделать ошибку, а не жалеть, но ты никогда не будешь думать о том, что ты не попробовал этого. Автоблогер не мастер сегодня был в студии Нового дня, Алексей Прокопец. Спасибо вам. Надеемся на следующую встречу.